Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 617. События дня. 1 Тимофеев 4.16. Вникай в себя и в ущение. Занимайся им постоянно, ибо так поступай, спасешь себя и слушающих тебя. За 21 августа 2017 года. Вики Олсен, Америка. Дорогой брат Игнатий Тихонович, слава Богу за ваше служение ему. Прошу вас прояснить вопрос о крещении младенца. Мы знаем, что в крещении прощаются грехи, но младенцы не успели согрешить ни в чем. Спасибо и храни вас Христос. Я отвечаю ему. Псалом 57 стих. Вот я в беззаконии защат, и во грехе родила меня мать моя. Тут не надо ничего доказать. Во грехе. Ребенок рождает. Ой, ангел, не ангел. Ангелочек. Грешник. Родился грешник. Смертный. В нем смерть уже. В запахе пеленочного тления. Ио 14.4. Кто родится чистым отчищистого? Не один. Эфесянам 2.3. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадом и гнева, как и прочие. Ио 25.4.6. И как человеком быть правым перед Богом, и как быть чистым рожденному женщиной? Вот даже луна и та не светлая, и звезды не чисты перед очами его. Тем менее человек, который червь, и сын человечники, который есть моль. Иоанна 3.6. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Ио 15.14. Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Иоанна 3.6. Это у меня повтор получился. Рожденный от плоти есть. Римлян 5.12. Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. В Бытие 5.3. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Псалом 57.4. С самого рождения отступили нечестиво, а тут робу матери заблуждаются, говоря ложь. Ио 15.15. Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. 1 Коринфянам 7.14. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Я поясняю, потому что крещеные. Потому что крещеные. Вот в Ветхом Завете в Завет с Богом вступали когда? В восьмидневном. Но он ничего не понимает. Да тебе не надо спрашивать. Если он не будет обрезан, душа-то будет истреблена, изничтожена. А это был прообраз крещения. Прообраз. Об этом апостол Павел говорит в послании к Колостинам. Поэтому спрашивать нечего. Но Заветнее это крещением, быв обрезанным. Как обрезанием Христовым. Крещение это обрезание Христового. Обрезание в восьмидневном возрасте. Сергей Игнатов. Мир тебе, дорогой Игнатий Тихонович, и всем ближним. Приближается время моего старта в поселок Потеряевку потрудиться во славу Божию в вашей православной общине. Получил на поездку к вам благословение у своей матери Зои, 1941 года рождения. И протоиерея Романа, который каждый понедельник проводит на нашей шахте Южно-Донбасская, номер один, молебен и уважительно относится к твоим трудам на Божией Неве. У него четверо детей. Но за ним могла его добрая жена Ксения. Очень прошу помолиться о ее здоровье. Дай Господи здоровья Ксении. В шахте начинает погашать задолженность по заработной плате, что позволит закончить протезирование моих зубов и обеспечить проезд в ваши места. Если Бог даст, то выйду к вам в конце августа на целый месяц. Спаси Христос от моей проповеди в стихах. Хвала Господу, что Он хранит тебя для нас, нуждающихся в наставлении православной веры, в разумлении и обречении грехов. Видеоролики о жизни поселка Потеряевка смотрю ежедневно. Получаю от нее большую духовную пользу. 21 августа 17-го года. То есть вчера. Андрей Александров. Не сразу заметил это видео. Много роликов. Вот оно кто. Если высветит, там Альт нажмет. Вы вышли на проповедь. Это лучшее событие в этом году. Слава Богу. Ну, так вот люди понимают. Проповедь. Там я говорил о женщине, которая ушла от мужа к отцу. И что из этого получилось. Вот дальше показать наши ресурсы. Это первое. Мой мир люблю. Сегодня уже кое-что перетащило. Но я все сюда переставляю. Вот мой мир. Вот он. Уже перенесло сколько? А что значит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь роликов уже перенесло. Система. Ну, я переношу их и знаю как. Ну, и посмотреть наш форум. Большой православный форум. Тысяча шестьсот тем. Вот страница недоступна. Почему? Что я сделала? Почему-то недоступна. Форум. Вот видишь-ка. О! Высветил. Вот тебе недоступна. Пожалуйста. Вот оно как выглядит. Православный форум. Игнатия Лапкина. Заходите. И выйти сейчас на YouTube. Вот тут, видишь, впечатление от встречи с баптистами. За 30 минут 24 просмотра. А то другие поменьше. Ну, тут все видать. 10 роликов выставляю каждое утро. Каждое. Боя заткнуть. Кто-то посетил. Кто-то какие-то отзывы дает. Кто-то потому что ругается. А ни на чем. Вот батюшка был в манистерстве. Батюшка был в манистерстве. Что можно на это сказать? Подобные ролики стоят. И прямо матьюгами такими кроют. То есть, я считаю, это все люди часто исповедуются и часто причащаются. Дальше я узнавать начинаю. А это именно имена небесноватая. Потому что они готовы. И многие больные немало умирают. Вот так. Можно искупаться 15. Ну и большой очень ресурс. Очень большой ресурс. Это во свете Библии православный библейский сайт. И самое ценное здесь 4124 ответа по темам. Я говорил уже. Вот. Сейчас начинаю новая тема. Здесь Девятая война. Служба в армии. Вот так. Включаю. Вот она война. Служба в армии. Вчера тут подготовил вопросов несколько. Вот один вопрос. Вопрос 820. Второй том открытым оком. В газете «Известия» описано, как в Чечне служит, в кавычках, в армии священник при Министерстве обороны, причем носит автомат. В монахи подстригся в православной церкви за границей, а в священнике рукоположен православной украинской церкви. Можно ли священникам носить оружие, автомат, штык, нож? А если он убьет кого, что тогда ему? Ответ. В нашей книге к истинному православию, в главе «А я говорю вам, любите врагов ваших», дается пространный ответ на этот вопрос. Этого священника нужно немедленно извергать из сана и заключать в монастырь, как хулигана, и судить за великий соблазн, который он подал, и неправославному миру. «Наказаны должны быть и те, в чьем ведении он находился, как развратители канонов церковных, сделавшие из церкви презренную служанку на потребу мира. Бандиты в рясах. Каких бандитов принимали в церковь, сказал о другом случае патриарх Алексей II, однажды разгневавшись на ворюх церковных. А если убьет где-то? Сан снимается. Все. Даже нечаянно на машине кого-то задавил. Все. Лишается права священства. Хотя одежду может носить. Мы прочитали и узнали. Дальше. Можем еще взять маленькие вопросы. Вопрос 816, второй том открытым оком. Указывает ли Библия о мировых войнах? Есть ли предсказания о Третьей мировой войне? Это мне задают вопросы, когда я в университетах вел занятия. И по радио, и в милиции. Ответ. В Библии очень много пророчеств о войнах. Но какая из них обозначается мировой, об этом не говорится. В одном месте Писания даже говорится о том, что земля есть шар. И вся власть на земном шаре будет в одних руках. Когда? После каких событий? Не после мировой войны. Третья ездра. Одиннадцатая глава. Тридцать второй стих. Нравится, не нравится. Так написано. Эта голова устрашила всю землю и владычествовала над обитателями земли с великим угнетением. И удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были. Не надо говорить, что там перевод неправильный. На земном шаре. Тут никуда это мы не можем деть. Как ни толкуя на земном шаре. Это я давал ответы лет пятнадцать назад. А то и больше. Есть пророчества одновременно о трех опасностях, которые постигают человека. И в этом усматривает Третью мировую войну. Исайя. 24.17. Ужас и яма и петля для Тебя, житель земли. Иеремия 48.43. Ужас и яма и петля для Тебя, житель Маава, сказал Господь. Интересно. Ужас и яма и петля. И Исайя и Иеремия говорят. В Откровении говорится о гибели третьей части человечества. Откровение 9.18. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Есть люди, обладающие колоссальной смелостью толковать пророчества. Мне этого не дано ни на грамм. Я просто возвещаю священное писание и известное толкование святых отцов. Мне тяжело считать кровавые страницы, что нам о племенных раздорах говорят. Как тяжело смотреть на сумрачные лиса семьи, где изомна господствует разлад. Отчизну я люблю глубокой и желаю всей полнотой души цвести и крепнуть ей. Но к племенам чужим вражды я не питаю, и места нет в душе незлобивой моей. Рассказ о подвигах на поле грозной битвы восторгом пламенным мне не волнует кровь. И к небесам я шлю горячие молитвы, чтоб снизошла в сердца озлобленных любовь. Чтоб миновали дни тревог и ожесточения, чтоб, позабыв вражду и ненависть свою, покорные Христа великому учению, все племена слились в единую семью плещеев. Ну вот, считаю, что здесь все, и на сегодня все.